Это уже третий случай на нашей практике. Дозвонившиеся в редакцию жалуются на медиков и буквально молят рассказать об их состоянии здоровья, в надежде, чтобы последние все-таки оказали им помощь. Два первых звонка поступили к нам еще на прошлой неделе. Одна из женщин рассказала, что несмотря на отдышку и не спадающую высокую температуру, ей отказали в госпитализации. Другая говорит, место в госпитале добиться удалось, но с боем. Впрочем, стационаре квалифицированной помощи тоже пришлось ждать неделю. Была дикая дышка. Я толстку заползла до процедурного кабинета, попросила медсестру, чтобы она позвала врача, потому что отдыхалась. Она сказала, что сегодня работает такая, ее словами, овца, она к вам не спустится. Я говорю, почему? Потому что она не спускается к больнину. Я не могла дышать, я не могла ничего доброситься. Я говорю, принесите мне что-нибудь, подышать. Не бывает еще что-то, хоть что-то. Здесь в палате подведен кислород, по идее. Я говорю, где у вас кислород? Она говорит, а это просто трубки выведены. Сегодня еще одна молодая женщина из Барнаула рассказала о своей не менее душесчипательной истории. У Юлии наблюдается слабость и температура, потеряно обоняние и вкусовые ощущения. После обращения в скорую, говорит девушка, ее соединили с участковым врачом. Который меня отговорил несколько раз от вызова скорой. Сказал, что по голосу у меня нет одышки. Соответственно, у меня не ковид, у меня, скорее всего, простое ОРВИ. Но Юлия, волнуясь за свое здоровье и близких, все-таки вызвала скорую. Но сотрудники экстренной службы ответили, вызывайте врача на дом. Только он может принять решение о госпитализации. По словам Юлии, вызывала три дня. Как оказалось, регламент сегодня такой. Врач вправе прийти к больному не в те же сутки, а в течение трех дней. Врач все-таки пришел, но тест на ковид не сделал. Да и от прописанного лечения не полегчало, говорит женщина. Она решила все-таки пройти тест самостоятельно, то есть платно. Он показал положительный результат. То есть все врачи, которые мне говорили, нет, вы не болеете, не ходите, не собираете заразу по диагностическим и не вызываете скорую. То есть все оказались неправы. Вот такая у нас диагностика ковида на сегодняшний день. То есть по голосу в трубке, что у меня нет, я не задыхаюсь, у меня нет одышки. С просьбой дать направление на компьютерную томографию себе и контактным лицам у Юлии маленький ребенок и пожилая мама, женщина позвонила заведующей терапевтическим отделением 9-й поликлиники. Последняя объяснила, пока тест, сделанный в частной клинике, не будет подтвержден в Роспотребнадзоре, признать его результаты действительными нельзя. В надзорном ведомстве результат подтвердили, но вопрос о госпитализации Юлии так и остался открытым. За разъяснением ситуации мы обратились в Минздрав Края. Там, сославшись на постановление о методических рекомендациях о профилактике ковид-19, перенаправили в Роспотребнадзор по региону. В ведомстве, в свою очередь, в Институт эпидемиологии Края. От сотрудников последнего ответа о том, почему людям приходится проходить 9 кругов ада в поисках медицинской помощи, ответа тоже не дождались. После повсеместного отказа от комментариев невольно задумываешься над выводом, к которому пришли обратившиеся к нам люди. Они полагают, людей не кладут в больницу, а лечат дома намеренно, ради занижения статистики по больным коронавирусом в регионе. Никита Ромаков, День с толком!